До скандалов доходило, Игорь Кондратюк рассказал о работе с Могилевской и Карль. Украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал, как когда-то работал на шоу Шанс. Он вспомнил, какой была тогда работа с певицей Натальей Могилевской и видел ли тогда в тине Карль суперзвезду. Об этом он рассказал ведущей Рамии Эсхакзай, в интервью «Ходят слухи». В частности, Кондратюк на протяжении 2003-2008 годов продюсировал музыкальный проект Шанс. Тогда над участниками шоу работала тренер Наталья Могилевская. Продюсер рассказал, что с Могилевской часто возникали конфликты. Он добавил, что в то же время певица в шоу Безнесе может все, включая продюсирование. Она суперэнергичная, крутая, яркая, бомбичная. Человек, которому не нужен продюсер, хоть она всегда жаловался, вот был бы у меня продюсер. А я говорю, да какой продюсер тебя переживет. Очень талантливая и крутая девушка, поделился мужчина. Игорь Кондратюк рассказал о Тине Кароль и Наталье Могилевской. Скрин. Также он добавил, что несмотря на все, Могилевская была неуправляемой, ведь могла опоздать на съемки во время прямых эфиров. Когда она опаздывала, а у нас начинались съемки рано, было реалити-шоу целого дня, а Наташа спит. До скандалов доходило, конечно. Мы всем платили. Наталья бесила, но ее все уважали. Мы потом даже отдыхали друг от друга после шанса. Но она очень крутая, добавил. Текст, озвучен с помощью Яндекс Спич Кит. Шоумен. Кондратюк говорит, что Тина Кароль могла также принять участие в проекте шанс, но не прошла. Он признается, что тогда не видел в певице-суперзвезду, которой она стала сейчас. Черный спрашивал меня, ну как тебе? Я говорю, ну интересная девушка, интересная интонация в голосе. Он тоже некоторое время сомневался. Все продюсеры сомневаются, пока артист не заработает первый миллион или не соберет Дворец Украины, отметил он. Ранее Кондратюк рассказывал о доме, в который попал снаряд оккупантов. Также он объяснил, что не так с хорошими россиянами. Играет музыка. Продолжение следует... Ранее Кондратя groupe на площадке.